Дженни – мечтательная девчонка, которая просто без ума от русалок. Ее самая заветная мечта – стать русалкой. И скоро мечта станет явью. Интернет кишит миллионами объявлений. Многие обещают научить вас чему угодно. Но Дженни заинтересовала одно конкретное – вебинар, который обещает сделать из любой девушки русалку. В конце каждая участница получит удостоверение и хвост. А это именно то, что нужно Дженни. И именно так познакомилась с русалкой по имени Кэролайн. При первой же встрече русалка Кэролайн дала Дженни задание – написать эссе на тему, почему она хочет стать русалкой. Разумеется, у Дженни было много мыслей на этот счет. Да, в нем было много воды, что не могло не впечатлить Кэролайн. У Дженни действительно большой потенциал. Важной частью жизни русалки является ее рацион питания. Дженни обожает суши. Но русалки не едят рыбу. Однако Кэролайн не требует отказываться от суши. Не все компоненты в них запрещены. Достаточно исключить из них рыбу. Ведь рыбы – это друзья. А со всем остальным проблем нет. Рис, сыр и авокадо – обычно для русальи диеты. Кэролайн пришла в гости к Дженни. И это ее первый визит. Дженни чувствует себя неловко. И она не хочет, чтобы русалка знала, кто ее отец. Дело в том, что он рыбак. А, как известно, все, у чего есть чешуйчатый хвост – для рыбака добыча. Однако долго скрывать профессию отца не вышло. Папа Дженни не мог не поделиться новостями об улове. Рыба, на удивление, хорошо кривала сегодня. Для Кэролайн эти истории – настоящий ужас. А отец Дженни, кажется, кое-что унюхал. К счастью, он вовремя понял, что его плащ пропах рыбой. Да уж, действительно неловкая ситуация. Еще и эта удочка. Кэролайн вряд ли поверит в то, что это селфи-палка. Ты не сможешь стать русалкой, если не умеешь плавать. К счастью, Дженни кое-что смыслит в плавании. Она еще ни разу не тонула. Благодаря нарукавникам и кругу. В целом, воды она не боится. Кэролайн приятно слышать такое. Поэтому она приглашает Дженни в небольшое путешествие на другой континент. Правда, Дженни не совсем правильно поняла русалку. Подумав, что они будут путешествовать вплавь. Но что за стереотипы, Дженни? Русалки – прогрессивные существа. Да и за окном уже не дремучие времена. Они полетят на самолете. Так что спасательный круг в сторону и беги собирать чемодан Дженни. Хотя круг все же не забудь. Дженни решает перевести дух от учебы. Пришло время немного развлечься и сделать парочку селфи. Ей хочется сделать пост про русалок. Однако она делает это по-человечьи. Кэролайн решает показать особые фильтры, которыми пользуются русалки. Вот так. Это уже совсем другое дело. Такое фото может заметить сам Посейдон. И он замечает. А Дженни пришлась ему по душе. Однозначный лайк. Этому гостю на странице Дженни удивилась даже Кэролайн. Это невероятный успех для русалок. Русалки с древних пор считались примером красоты. Поэтому Кэролайн решила помочь ученице с созданием образа. Получилось действительно красиво. Однако для завершения образа не хватает маленькой детали. Красивого платья, например. Ну и, пожалуй, аромата. Дженни должна пахнуть как русалка. Что? Приправа для рыбы? Нет. Кэролайн имела в виду классический русалий парфюм. Морской бриз. Теперь образ завершен. Кэролайн смущает кое-что в телефоне у Дженни. Однако Дженни, кажется, снова неправильно поняла наставницу. Решив говорить по ракушке. Это просто ракушка. По ней нельзя говорить. Да, русалки говорят по ним. Но особым способом. Без силы русалки ракушкафоном пользоваться не выйдет. Просто смени обои на смартфоне. Да, так гораздо лучше. Дженни настоящая фанатка скачек. Она обожает лошадей. И достаточно много времени уделяет просмотру конных видов спорта. Однако, увидев увлечение Дженни, Кэролайн решила сделать ей замечание. Такое увлечение не под стать русалке. Сейчас Кэролайн покажет нужный вид спорта. Скачки морских коньков. Дженни быстро разбирается, что к чему. И даже решается поспорить с Кэролайн, чей морской конек придет к финишу первым. Фавориты выбраны, пари заключено. Кэролайн поставила на конька по кличке Гиппокамп. А вот Дженни выбрала конька по имени Парфир. А они шли ноздря в ноздрю. Но в решающем броске победил Парфир. А это значит, что Дженни выиграла пари. Но вместо денег получила кораллы и ракушки. Ну и еще пару водорослей. Возможно, Кэрри знает все о правилах жизни русалок. Но в богатствах людей смыслит скверно. Игра в приставку так увлекательна. И Кэролайн тоже не против боя. Эмм, да нет же, Дженни. Я имела в виду морской бой на приставке. Дженни, конечно, неплохо показывает себя в обучении. Но никогда не дослушивает, что ей говорят. Зато в играх ей нет равных. Очень важно понимать, что русалке нужно долго находиться под водой. Дженни сразу же задумалась о собственном акваланге. Но позволить себе акваланг она едва сможет. Поэтому она решает уверить Кэролайн, что прекрасно умеет задерживать дыхание. Разумеется, на самом деле с задержкой дыхания дела у нее не очень. И Дженни решила пойти на хитрость. Однако Кэролайн тоже включила таймер. И он говорит о секундах, а не минутах. Обмануть русалку не получится. Когда Дженни станет русалкой, она больше не сможет жить с родителями. Ей придется съехать и жить самостоятельно. Поэтому Кэролайн решает показать варианты жилья. Русалки — это водные существа. А значит, Дженни нужно будет снимать аквариум. Разумеется, его придется делить с другими рыбами. Что не очень устраивает Дженни. Ей бы очень не хотелось делить жилплощадь с рыбами. А купить, собственно, аквариум Дженни просто не сможет. Она еще недостаточно зарабатывает. Поэтому расстроенная Дженни отправилась домой в поисках компромисса. И, похоже, нашла его. Бокс с водой. Скромно, конечно. Но в тесноте, да не в обиде. Главное, что Дженни будет самостоятельной. А вот Кэролайн, похоже, не особо понимает ее позицию. Кэролайн показала Дженни приложение для подводных знакомств. О, а вот этот парень интересный. Глубиндер. Здесь русалки легко находят себе новых друзей. Ему нравится ее мэм. Ох уж этот заразительный смех. Дженни не терпится встретиться с ним. Но она совершенно не знает, чем его порадовать. К счастью, у Кэролайн есть идея. Дельфины обожают активные игры. Кэролайн и Дженни сдружились. Поэтому русалка решила пригласить свою ученицу на вечеринку. Для того, чтобы познакомиться со своими друзьями. Только Дженни нужно переодеться. Правда, во что переодеться Дженни не услышала. И вернулась в образе, соответствующем морской тематике. Ракушки, жемчуг, камни. Все было прекрасно. Но если бы Дженни послушала наставницу, то поняла бы, что вечеринка намечается пижамная. Настало время финального экзамена. Дженни весьма неплохо справляется. Кэролайн в восторге. У нее такая талантливая ученица. Дженни смогла сдать экзамен. И получает свой хвост. Теперь она сможет стать настоящей русалкой. А сертификат тому подтверждение. Но долой его. Пора примерять хвост. Однако к большому разочарованию Дженни хвост оказался маловат. Она не может влезть в него. Неужели все это было зря? Но раз уж она нашла курсы русалок, возможно, интернет поможет найти способ влезть в хвост. Вот же он, курсы по похудению. Одни курсы она уже прошла, пройдет и этот. Как тебе история Дженни? Хотелось бы тебе стать русалкой? Расскажи нам в комментариях. Поддержи ролик лайком, а канал подпиской. Мы готовим новые приключения на Трум-трум-трик.